приветствую всех зашедших на мой канал сегодня у нас блюдо из плейлиста диетическое питание творожная запеканка если вы спросите как так запеканкой вдруг диетическое блюдо вспомните былые времена вспомните детство всем вам и в детском саду и в школе и конечно же в санаториях больницах давали это блюдо и это неспроста дело в том что основной ингредиент этого блюда творог содержит ферменты крайне полезные при заболеваниях сердечно-сосудистой системы дыхательной системы желудочно-кишечного тракта конечно же почек то есть очень разносторонние диеты по певзнеру в советское время использовали это блюдо и так помимо творога количество как всегда я укажу под видео нам понадобится йогурт куриные яйца ванилин изюм грецкие орехи манка сахарный песок померанцевая вода и сухари чуть-чуть чтобы подпылить вниз противня панировочные сухари приступим творога берем любой жирности любого процента мы будем его погружным блендером измельчать сейчас добавляем сахар и теперь погружным блендером измельчим творожок если у вас нет погружного блендера можно перетереть творог через сито именно так и указывалось в старинных кулинарных книгах так делали наши бабушки теперь добавляем манную крупу пару яиц добавляем изюм который очень полезен макро микроэлементами в первую очередь конечно же калием грецкие орешки рубим на кусочки можно измельчителем измельчить но мне нравится когда кусочки присутствуют в изделии грецкие орехи обладают очень мощным лечебным действием не нужно забывать что там содержится полиненасыщенные жирные кислоты очень многие полезный продукт и отправляем также в нашу запеканку грецкие орешки теперь добавляем в запеканку ванилин и щепотку соли а также померанцевую воду померанцевую воду можно добавить буквально несколько капель этого достаточно и теперь все перемешиваем поднародную массу форму необходимо смазать сливочным маслом со всех сторон и присыпать панировочными сухарями за разравниваем творожок формочки и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку до выпекания как всегда проверим мы с помощью деревянной шпажки но здесь еще зависит от того какая у вас форма если форма большая то количество времени будет меньше как ни странно потому что у вас тонкий слой а если форма маленькая допустим круглая и высокая то нужно количество минут увеличить потому что нужно пропечься пока творожок печется приступаем ко второй части запеканки выкладываем йогурт йогурт не должен быть сладким берите либо термостатный либо греческий йогурт либо просто йогурт без сахара хотя казалось бы мы сейчас добавим сюда сахар но почему же нужно брать без сахара мы не знаем количество граммов какое количество сахара присутствует в изделии и поэтому лучше отталкиваться от того что берем не сладкий йогурт а затем сластим его теперь добавляем сюда яйца также добавим щепотку ванилина и все как следует перемешаем этим тестом мы сверху нашу запеканку зальем и потом дадим еще время не испечься вот такая однородная масса у нас получилась в результате моя запеканка простояла в духовке 10 минут и теперь я сверху вылью вторую составляющую и лопаточкой распределю по всей запеканки по всей поверхности после этого опять отправлю в духовку теперь уже до готовности можно ли было сделать это сразу да можно было конечно взять все перемешать и отправить но мне захотелось сделать так чтобы была глянцевая поверхность отправляем назад в духовку готовые запеканки необходимо дать остыть в противне и только после этого нарезать готовую запеканку подаем с листиком мяты вот такая красота у нас получилась высокая достаточно и очень-очень вкусно всем советую попробовать запеканку по этому рецепту не забывайте подписываться на мой канал ставьте лайки пишите комментарии и нажимайте на колокольчик чтобы быть в курсе происходящих изменений на моем канале чтобы быть в курсе новинок до новых встреч всем желаю летнего настроения пока пока